Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей, добро пожаловать в новый выпуск. Сегодня мы поговорим про электрокар Hyundai IONIQ 5, который получил сверхбыструю зарядку и солнечные панели. Joby Aviation впервые показала свое электрическое аэротакси в полете. Необычные серьги Nova H1 скрывают в себе беспроводные наушники. Уже в октябре Enreal начнет продажи гарнитуры смешанной реальности, а батискав для приключений Triton Explorer отвезет туристов к обломкам Титаника. На эти и другие темы мы поговорим сегодня в нашем выпуске. Обязательно подпишитесь на канал. Я желаю вам приятного просмотра. Погнали! Компания Hyundai выпустила долгожданный электрокар IONIQ 5. Примечательно, что новинка стала воплощением показанного два года назад концептуального автомобиля Hyundai 45 и представлена в нескольких модификациях, отличающихся ключевыми характеристиками. Платформой для электромобиля стала специально разработанная модульная EGMP, которая изначально и проектировалась для этого типа транспорта. Колесная база Hyundai IONIQ 5 составляет 3000 мм, за счет чего был максимально увеличен полезный объем салона при уменьшенном переднем и заднем свесе. Автомобиль получил выдвигающиеся дверные ручки, а также аэродинамическую форму как самого кузова, так и колесных дисков. Интерьер автомобиля предусматривает наличие двух 12-дюймовых сенсорных дисплеев, а также экрана дополнительной реальности. Характерной чертой IONIQ 5 стал плоский пол и сдвигающаяся центральная консоль. Производитель предусмотрел функцию автоматической настройки кресел под водителя и пассажира. При этом толщина стенок передних сидений была уменьшена на 30% для комфорта пассажиров заднего ряда. Электромобиль доступен в двух версиях привода, заднем с батареей на 58 кВт-часов и полным с аккумулятором 72,6 кВт-часов. Во втором случае для разгона с 0 до 100 кВт-часов автомобилю требуется всего 5,2 секунды. Характеристики заднеприводной версии немного скромнее, до 100 км в час он разгоняется за 7,4 секунды. При этом комплектация с батареей на 72,6 кВт-часов в заднеприводной модели предусматривает запас хода на уровне 470-480 по циклу WLTP. Наконец, стандартная заднеприводная версия с аккумулятором на 58 кВт-часов с 0 до 100 кг разгоняется за 8,5 секунды. Примечательно, что автомобили поддерживают архитектуры 400 и 800 вольт, что позволяет более гибко подходить к вопросу зарядки. Так, при использовании скоростной зарядки мощностью 350 кВт на заряд от 10 до 80% уйдет всего 18 минут. А каждые 5 минут такой зарядки предоставляет дополнительные 100 км запаса хода. Кроме того, производитель предусматривает возможность установки на крыше солнечных панелей. По официальным данным, за год вырабатываемой ими энергии хватает примерно на 2000 км пути. Продажи автомобиля запланированы на вторую половину 2021 года. В некоторых странах и регионах стоимость и доступность Hyundai IONIQ 5 производитель пообещал раскрыть позднее. Один из первых разработчиков электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки собирается стать публичной компанией посредством слияния со специализированной компанией, минуя процедуру IPO. Для того, чтобы отпраздновать это событие, Джобби впервые показала на видео, как ведет себя разработанное аэротакси в полете. В отличие от конкурентов, Джобби не спешит анонсировать свои разработки. Данные видеофрагменты – первая возможность взглянуть на пятиместное аэротакси с шестью винтами в действии. На записи видно, как аппарат поднимается в воздух, как вертолет, а затем переходит к горизонтальному полету, повернув пропеллеры. По словам компании, аэротакси развивает 322 км в час, преодолевает 240 км на одном заряде аккумулятора и в 100 раз тише традиционных вертолетов. Джобби намерена начать предоставлять услуги аэротакси в 2024 году. Производство одного такого аппарата обходится сейчас компанией в 1,3 миллиона долларов, но в будущем себестоимость можно снизить вдвое. Также Джобби рассчитывает, что каждый аппарат принесет ей 2,2 миллиона долларов годовой выручки при условии эксплуатации на протяжении 4,5 тысяч часов в год, при средней загрузке 2-3 человека за поездку. Немецкие изобретатели придумали, как справиться с проблемой совместимости сережек и наушников, которые нередко мешают друг другу, поскольку конкурируют за единое пространство на ухе. Идея предельно проста, но глубоко проработана в плане дизайна. Стартап Nova H1 предлагает не просто поместить наушники внутрь сережек, но и сделать их красивыми. В частности, корпус аксессуара изготовлен из серебра, украшен настоящей жемчужиной, а в качестве опции доступна и позолота. Данные наушники претендуют на право называться умными, поскольку не блокируют восприятие звуков, а гибко адаптируются под текущую ситуацию. Небольшая кнопка на внешней стороне позволяет управлять серьгами, например, поставить на паузу во время входящего звонка или переключиться на следующий трек в плейлисте. Источник аудио – смартфон, связь с которым осуществляется через Bluetooth. Из-за малого размера емкость встроенного аккумулятора обеспечивает наушникам лишь 3 часа автономной работы. Но в комплекте идет футляр с собственной батареей, которой хватает на 5 зарядок Nova H1. Цена нетипичного гаджета – 295 евро. В продажу он поступит к осени текущего года. Промышленная модель гарнитуры смешанной реальности Unreal будет представлена на выставке Mobile World Congress, а в продаже появится в октябре 2021 года. По замыслу компании, подобные недешевые гарнитуры позволят увеличить эффективность ведущих специалистов и проводить обучающие курсы работы с дорогостоящим оборудованием. Помимо промышленной гарнитуры смешанной реальности, Unreal объявила о начале продаж облегченной модели очков Unreal Lite в странах Евросоюза и США. Модель гарнитуры XR смешанной реальности, предназначенная для профессионалов, вынужденное решение в ситуации, когда технология дополненной и виртуальной реальности все еще остается слишком дорогой для массового потребителя. Предприятия же могут позволить себе платить больше за хай-энд решения, особенно если они помогают ведущим специалистам компаний быть еще продуктивнее. Один из наиболее привлекательных сегодня вариантов применения технологии смешанной реальности – виртуальное обучение, где цена ошибки при работе с очень дорогим оборудованием в большинстве случаев нулевая, в отличие от реального мира. Гарнитура Unreal Enterprise Edition крепится на голове при помощи обруча и подключается к внешнему вычислительному боксу и аккумулятору. Пользователи могут управлять устройством посредством жестов и движений глаз. Также компания подготовила новый контент и заключила партнерские соглашения с рядом производителей. В прошлом году компания представила на рынке Южной Кореи и Японии более бюджетную потребительскую версию очков смешанной реальности Lite. Они подключаются к смартфону и обеспечивают яркое стереоскопическое изображение с разрешением Full HD в поле зрения, равном 52 градусам. Масса устройства менее 100 грамм. Цена около 600 баксов США. В 2021 году эти очки начнут продаваться в Евросоюзе и США. Новые приложения и игры для AR-очков Unreal представят на выставке мобильной индустрии Mobile World Congress. Компания FlightBot обновила линейку летающих досок для любителей водного экстрима. Начиная с 2018 года, когда американская компания FlightBot выпустила в свет первую версию электрических летающих досок на подводных крыльях, она уверенно закрепилась в этом бурно растущем сегменте рынка. За три неполных года объем продаж досок измеряется тысячами, а на очереди второе поколение устройства. Обновленная линейка FlightBot – это четыре модели в новом цветовом исполнении в сочетании с несколькими техническими новшествами, делающими полет над волнами еще более захватывающим. Все модели оснащены более прочным источником питания, расположенным внутри доски под крышкой из углеродного волокна. Встроенная светодиодная матрица сообщает о заряде батареи и подключении к Bluetooth, а в качестве органа управления выступает ручной дистанционный пульт. Знакомство с летающими досками компания предлагает начать с модели FlightBot Air – надувной модели, обладающей высокой плавучестью, стабильностью, что очень важно для начинающих наездников. Следующая модель Standard – лидер продаж компании. Ее особенности – небольшой размер и более высокая маневренность на воде. FlightBot Pro рассчитана на пользователей, имеющих опыт в водных видах спорта, свободно чувствующих себя на открытой воде. У модели удлиненная стойка, что даст возможность совершать более крутые повороты. Безусловный лидер по производительности – FlightBot Ultra, которую по достоинству оценят экстремалы. Это самая маленькая доска в линейке, всего 125 сантиметров. Она поставляется с дополнительными ножными ремнями, необходимыми при выполнении элементов высшего водного пилотажа. Все модели можно приобрести на сайте FlightBot по цене от 12 995 долларов. Производитель коммерческих подводных лодок из Флориды компания Triton сообщила о прорыве в технологии изготовления цельных акриловых сфер крупного размера. Это ее базовое преимущество перед конкурентами и основа конструкции всех ее подводных прогулочных аппаратов. Для демонстрации возможностей новинки компания анонсировала постройку подлодки Titanic Explorer, которая своим ходом может спуститься к месту кораблекрушения легендарного Титаника. Главная особенность акриловых сфер в том, что в темной глубокой воде они перестают восприниматься и глазами, и объективами видеокамер. При правильной настройке освещения достигается полный эффект отсутствия преграды между зрителем и внешним миром. Ранее этому немного мешали швы. Две полусферы склеивали невидимым клеем, но мелкие дефекты все равно сохранялись. Теперь инженеры Triton научились формовать сферу из цельной плиты акрила, достаточно прочный, чтобы выдержать давление на глубине 4000 метров. Аппарат имеет габариты 4,45 на 2,75 на 3 метра, весит 12 тонн и вмещает всего двух человек. Он имеет по 4 основных и вспомогательных рулевых устройства мощностью по 5 кВт, каждая с отдельным приводом. Суммарный объем батареи всего 40 кВт-часов, но этого хватает на путешествие длительностью 12 часов. Подлодка способна достичь обломков Титаника всего за 2 часа. При этом она может идти к цели по широкой спирали и совершенно бесшумно, чтобы не тревожить морских обитателей. Вторым важным новшеством, помимо акриловой сферы, инженеры назвали складные подводные крылья. У них много функций, например, они служат для изменения формы аппарата при движении сквозь воду на разной глубине, а также на крыльях расположены настраиваемые прожектора и камеры для съемки под разными ракурсами и при разном освещении. При движении вдоль дна двигатели оказываются в самой высокой точке машины, чтобы не поднимать ил и грязь. А если надо протиснуться внутрь узости, их можно на время сложить. На этом все, дорогие друзья. Спасибо, что оставались с нами до конца этого интересного выпуска. Подпишитесь на канал, если вы до сих пор не подписаны. Поставьте жирный лайк под этим роликом. И не забудьте ударить в колокольчик. Обязательно делите свое мнение в комментариях и этим выпуском со своими друзьями. На этом я буду прощаться. Еще раз спасибо большое за просмотр. Я желаю вам отличного настроения. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok